Киберспорт 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 Там нужно думать постоянно. Убедиться, что это направление весьма актуально и интересно можно было во время празднования Дня молодежи в парке культуры и отдыха в Щелково. По словам Глеба, к нам приехали сразиться в киберфутбол сразу из нескольких городских округов. А это говорит о том, что в городском округе это направление развивается как нигде. В этом году на Дне молодежи мы также проводили турнир. Уже было 52 человека, игрока, плюс зрители. Это была, по-моему, самая массовая площадка на этом Дне молодежи. Да, это правда. Я поняла, что скопление на танцполе, на dance battle, у вас прям там кипело. А у нас получалось так, что мы играли именно турнир по олимпийской системе. То есть, если человек проигрывает, он уходит с турнира. Все, он вылетает, но они не уходили никуда. Они оставались до последнего, они смотрели, они переживали. Моя задача была, конечно же, чтобы у людей интерес не пропадал, поэтому я комментировал абсолютно каждое действие. Все у тебя хорошо получается. Я в микрофоне, да. Такая у меня специфика, да. Я раньше был ведущим, да, поэтому я понимаю, что для человека важна поддержка, даже если он проигрывает и 5-0. Если ты ему скажешь, что он молодец, он красавчик, у него все равно самооценка немножко повысится. Да, и он будет счастлив, что он вообще принял участие в этом турнире. Если говорить о физиологии, то по результатам тестов с участием киберспортсменов у играющих фиксировались показания датчиков до начала игры, во время и после. Выяснилось, что организм человека во время финальной стадии турнира мобилизуется так же, как в момент управления гоночным автомобилем или забега на стометровку. Идет огромный выброс гормонов, учащается сердцебиение, игрок полностью напряжен и сконцентрирован. В Японии, кстати, киберспорт введен в систему образования. Правда, на платной основе пока. Приживется ли у нас такая идея, не ясно, но предложение ввести киберспорт в программу обучения с 2030 года выдвигается. В России хотят ввести до 2030 года, насколько мне известно. И мне кажется, это будет хороший отклик в том плане, что давайте не будем забывать о том, что у нас есть еще молодежь как инвалиды, то есть маломобильные люди. Им тоже хочется иметь друзей. Именно в этом плане они вполне могут найти своих друзей, своих единомышленников. Ну а будет ли киберспорт популярен и найдет ли свое место в системе образования России, покажет время. И желание, которым так успешно заряжает в нашем городе Глеб Коновалов. Лилия Тимива, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.